Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Алло, добрый день Добрый Меня видно? Да, видно Ну и слава Богу Так вот, я к вам здесь Позвонил Я как бы так сказать С баптистами начало возговаривать И они, вот он мне говорит Что он уверен в спасении Я вот например первый раз Такой чувство, его слышу Такой первый раз У нас все записывается В интернет выставляется, вы не против? Нет, нет, не против Так это на этом все сектантство И строится на этом Самоуверенность, апостол Павел говорит Мы спасены в надежде В надежде А не то, что я спасенный и все Они просто Писание не знают Писание говорит Многие потерпели кораблекрушение в вере Имея веру, они утонули Вот и все Просто он мне цитаты Приводит здесь мне, что Там нужно веровать в Христа И ты спасенный Вот и Правильно, правильно Ну бесы веруют и трепещут Скажут, бесы-то веруют и трепещут А вы еще попало и делаете И даже не трепещете Зато он говорит, хуже бесов люди Он обольщается Это самообольщение Нам дана надежда Если мы будем веровать И будет верено А если кто, говорит, поколебрится Не благоволит тому душа моя А сколько таких Которые говорили, я спасенный А они погибли неверующими Или в грехах Или еще как-то Просто я могу здесь Начало говорить, что Вне церкви нет спасения Он мне сказал, что Разбойник веровал И спас Как он так может? Ну так Разбойник, когда был на кресте В церкви-то не было Христос говорит Я создам А это будет после Его воскресения из мертвых И только в день Пятидесятницы А до этого-то люди живые были И надо спасаться было Тогда было так Ну вы-то, скажем В то время-то не попадаете Чтобы попасть на крест И до воскресения Христова-то И больше никого там не было Ни одного Так разве можно За один случай и брать Допустим Как проверить веру Как веру Ты или я правильно Собрали жезлы И жезл ааронов За одну ночь Ну сухая палка Пустил роски Засвел И плоды на нем были Но мы не можем каждый раз Требовать Господи Докажи нам Чтобы православные наши Жезлы расвели Да просто вот С чего все началось Началось с того Что я начал говорить Про Пятидесятников И что там И они там что-то себе бурмочат Когда там под нос Иными языками Но они там просто так себе бурмочат Там иных языков нет Это у них беснование идет Это другие языки Это беснование Этих языков уже с третьего века не было Там написано Если нет толкователя Молчи Они молчать-то не могут Это не пророческие А зачем они ему нужны Всякий кто зайдет Говорит к вам Не скажет ли что вы беснуетесь Они бесноватые А я ему говорю А почему он просто не молится Там не читает Библию Не ходит в церковь А начинает себе Что-то бурмотать под нос Почему так? Да не почему Бесноватые Отойди от них И все Беснуется Демон Демон Говорит Особый демон Лопощет Я ему говорю Что так Никто не учил Что ли Человек уже уверенный Что он спасен И церковь никогда Не учила так Правильно, да? Но нам дана надежда Верующий в сына Божий имеет жизнь вечную То есть У нас есть возможность Получить ее Это как вот рассказ один Выборы идут в Америке Ну а там пишут Что кто может быть Кто в Америке Живет не меньше 10 лет Ну а один мальчишка С школы вернулся Говорит Папа А ты мог бы быть президентом? Он говорит Согласно Конституции Да Ну а почему ты не президент? Ну видишь ли сынок И дальше начинает говорить Почему? Надо поддержку масонов Чтобы там его продвинули Теоретически-то да Каждый солдат Может стать генералом Ну каждый солдат Может ли стать генералом-то? И плохо тот Солдат Который не мечтает Стать генералом Ну да Сколько я знаю Ни один генералом не стал Ну как бы сказать Это как бы Возможно Но практично Это наверное не каждый Практически дойдешь Или не дойдешь Нам сказано Христос умер за нас Ты в это веришь? Веришь В момент Когда я уверовал Принял крещение Умер бы там Прям тут же Только из купели Вышел и умер Тогда вопрос бы другой Но я еще живу Я живу еще и Спотыкаюсь Почему и молитвы так Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня грешного А они-то безгрешные А Яков говорит Все мы много согрешаем Вот так А он мне говорит Как тогда люди В Ветхом Завете спасались? Никак они не спасались А они шли в Шаол Где они спасались-то? Абраму Где? Считай скажи Шестнадцатая глава Евангелия от Луки Шестнадцатая глава И богач-то где находился? И видел Авраама Где он увидел-то? На лоне Авраама А что это такое? Он не знает А теперь первое послание Петра Четвертая глава Шестой стих И говорит Для того мертвым Было благовествуемо Мертвым Там, которые ушли туда Когда Якову сказали О сыне его Иосифе Он говорит С печалью Сойду В преисподнюю К сыну моему К сыну Они в преисподнюю все шли Они даже этого не понимают До Христа Рай был закрытый Почему? Потому что Все согрешили В Адаме все умирают А во Христе Все оживут 6.23 Римлянам послание И поэтому Говорить о том Что Спасенных было Не было ни одного Ни одного Я ему Говорил это Что ни церкви Нет спасения Он мне говорит Как это Это получается Что все эти Протестанты Идут в ад Конечно А куда скажи Не протестанты Еретики Вы забудьте Это слово Скажи Есть церковь Есть ересь Православие Это церковь А вы откуда взялись Спустя полторы тысячи лет Я уже забыл Я так и часто говорил Просто Им так и говорили Что это Еретики Там Сатана Заменил слова Эти динаминации Конфессия Динаминация Это ересь Слово Заменил он Он говорит Как такой человек Пятидесятник Такой Как говорить Сказать Очень такой Верующий человек Как он может Попасть в ад Да очень просто Как еретики Еретики Все в аду будут Почему апостол Павел Перечисляет Дела плоти известны Блуд Ересь Перечисляет Блуд Ересь Убийство Это В одну строчку Записано Вы еретики У вас нету Скажи Таинства Нету Жизни Жизнь Есть только Там Где люди Пречищаются Таин Христовых Так что Скажи Прокляни Свою Эту ересь И приступи К православной Верии Тебе Бог Маленько Мозги Откроет Я ему Говорю Что Ну Там Ну Вот Церкви Как сказать Была Одна Церковь Потом В 16 Веку По-моему Там Пошел Такой Как бы Раскол Где-то Так И Сектанты Появились Там Евесь Появилась А он Говорит Что Неправильно У Ее Учения Появились Уже Пошло С 2 Века До 16 Века Неправильное Учение А потом Когда появились Они Потом Началось Правильное Учение Ну Так Он Говорил А ты Скажи Такое Не считал Никогда Господь Сказал И все Я с вами Во все Дни До Сконечания Века Если Хоть Не было Христа С церковью Скажи Это была бы Уже Не церковь Он Говорит Я создам Церковь А не Многие Церкви Они Во множе В числе Говорят Ты Это нету У Христа Одна Невеста Скажи Одна А ты Откуда Взялись Блудные Дети Кто Вас Народил Ну Как Дальше Там Просто Он Мне Сказал Что Церковь Как Б Не Но Не Имеет Ввиду Что Церковь Не Та Что Сейчас У Нас Есть А Церковь Там Так Как Сказать Ну Мистическая Вот Так Как Б Она Нет Скажи Не только Мистическая А реальная Реальная Господь Говорит Дом Мой Мой Дом Дом Вот Его Дом Зачем Невеста 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 Говорит Невеста Церковь Это Его Невеста Он Глава А Тело Церковь Это Тело Это Не Мистическое Только Это Реально Люди Которые Собираются Вместе У них Есть Епископ От Апостольских Времен Священство Это Реальные Люди Ян Златоуст Был Патриархом Серафим Саровский Был Это Реальные Люди Он Просто Как Сказать Он Считает Что Церковь Он Мне Как Сказал А Как Католицкая Церковь Православная Это Русский Патриархат Киевский Московский Киевский Это Разные Церкви Он Говорит Как Так Если Церковь Одна Вы Ему Скажите До Тех Пор Пока Ты Не Будешь Православным Ты Ничего Не Поймешь У Тебя Мозги Сатана Спихнул Ты Сначала Соверши Крестное Знамение Покажи Что Тебе Печати Антихриста Нет Посты Не Соблюдайте И Постания Креста Нет Я Буду Кидать Куда В Яму Я Тебе Говорю У Тебя Нет Там Места Ямки Нет В Мозгах Куда Это Одна Церковь Ты Даже Этого Не Понимаешь Скаж Ты Еретик А Он Говорит Что Зачем Креститься Вот Ему Говорил Зачем От 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 Антихрист Уже Ефрем Сирин Говорит Почему Начало И На Правую Руку Чтобы Не Могли Совершить Животворящий Крест Господь На Себе Ты От Его От И Говорит Почему Третья Глава Десятый Послание К Титу Говорит Еретика После Первого Второго Вразумления Отвращайся Ибо Они Развратились Будучи Само Осужденные Он Себе Приговор Вынес Это Суицид Самоубийцы Дети Дафана Верона Икорея Шестнадцатый Глава Чисел Ты Один Раз Сказал Два Раза А Больше Не Надо От 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 Не Он Не Понимает У Него Нет Органа Такого Который Был Был На Уровне Веры Ну Как Сказать Сатана Заблокировал Вот Все Отойди От Него Больше От Него Вопросов Не Приносите Не Надо Время Тратить Он Человек Без Ума Совершенно Он Не Понимает Чего Говорит Церковь Одна И Церковь Это Христов От Апостольских Времен Если Там Не Было Церкви Тогда И Не Христа Вне Церкви Вне Спасения Эти Церкви Что Там Католиц К Русские Московские Подхокерские Это Рукоположенные Это Получается Одна Церковь Это Одна Есть Одна Одна Церковь Вот У нас Дети Все Одна Семья Но Живут По Разным Комнатам Бывает Что Несогласие Какое Но Это Одна Семья У Всех Есть Рукоположение У Католиков От Петра У Православных От Андрея В Индии Там Был От Фомы Там Александрия Там Марк Был Так Что Да Вот Насчет Поста Я Вот Слава Богу Начал Пост Как бы Поститься И Эта Неделя Такая Я Вот Когда Когда То Я Не Мог Поститься Так Как бы Там Что-то Бывает Как бы Все равно Было Так А Сейчас Я Начал Молиться И Мне Как бы Так Легко Поститься То Я Могу Свободно Разрешить И Есть Там Я Или Могу Не Есть Его То Я Сейчас Свободно Могу Пост Держать А Он Говорит Что Это Не Главное Для Спасения Сам Пост Вот Это Говорит Не Он Это Говорит Демон Демон Потому Что Господь Главное Оружие Пост И Молитва А он Бьет По Этому Месту Сатана Они Не Главное Не Главное Ты Только Не Молись И Не Постись И Ты Уже Будешь Как Демон Или Как Еретик Да Это Главное Оружие На Демонов На Бесов Пост Молитва И Поэтому Еретики Сразу Пост Отменяют И Молиться Не Хотят Они Не Хотят Молиться Вот Так Все Понятно Просто Я Давно С ним Не Общался Но Как Сказать Он Я Учусь У Общежития Он Со мной Живет В Одной Комнате Он Мне Если Не Поверит Он Не Друг Близкий Но Если Начинать Насчет Веры Говорить Это Вообще Он Доказывает Такое Чувство Что Он Праведник А Я Грешник То Он Уверенный В том Что Он Прав Мы Поверили О нем Больше Не Говорите Вы Начинаете Молиться Кланяйтесь Земные Сейчас Поклоны Идут И Сатана Отойдет Он Вас Сбивает Но Мало Что Он Говорит В Одной Комнате Ну Пусть Он Говорит А Ты С С Молись Ты С Разговаривай А Сразу Поверни Сделайте Святые Изображения Иконы И Начинай Кланяться Молиться Благодарить Божью Матерь Что Она Тебя Покрыла Омофором А Такого Нечестивца Вне Церкви Нет Спасения Нам Что Искать Когда Есть Патриарх Все Не Пойду В Церковь Да Ну Каждой Церкви Пресвит Патриарх Да Там Епископ Епископ Апостол Рукоположили Епископов А не других Благодать Духа Святого А у них То Ничего Нет И кто Не Пресчищается Не Имеет В себе Жизнь Он Мертвый А ты Ему Говоришь Он Мертвый Потому Что Он Не Пресчищается На Литургии Ни разу Не Был И Зачем Ему Говорить Ты Не Бросай Жемчуг Перед Свиньями Господь Понуприт Он Это Отвечает Ты Объяснил Два Раза Больше Не Говори Скажи Больше Нельзя Скажи Ты Иритик Ты Не Написан На Небе Еще С тобой Разговаривать Крещения Нет Он Говорит Что Он Рожден Свыше Это Пусть Он Говорит Это Его Дело А Как Рожден Свыше Просто Я Может Быть Что Человек Еще Не Рожден Свыше А Может Веровать Может Ходить И Прищищаться И Быть Нерожденным Свыше И Он В ад Попадает Да Ну А Куда Ж Да Говорит Всякий Кто Не Родится Свыше Не Может Увидеть Царствие Божие Он Даже На Мытарстах Не Идет Он Сразу Вниз Головой Третья Глава Евангелия Теана Считайте А Как Это Узнать Что Рожден Или Нерожден Так Очень Даже Просто Родился Ребенок Мертвый Живой Как Отличить Живой Он Дышит Живой Он Просит Поесть Живой Он Ищет Два Соска Матери То есть Ветхий Новый Завет Он Сосет Молоко Святые Отцы Все Это Изъяснили А тут Очень Просто Ты Должен Признать Что Ты Погибший Грешник Это Первое Ты Погибший Погибший Окончательно Бесповоротно Почему Бог не может простить грехи Вопреки самого себя Возмездие за грех смерть Второе Ты должен поверить Что Возмездие за грех смерть И кто-то должен умеет за грех Кто Христос И принять его Лично для себя Как спасителя мира Поверить Он умер за меня За этого Ну и далее уже Принять святое крещение Когда Петра спросили Что делать Мужи и братья 2.38 Деяния апостола Он говорит Покайтесь То есть Я грешник Виноват Погибший И Крестится каждый из вас Своими Иисуса Христа Для прощения грехов Полное погружение Трижи должно быть И получите дар Святого Духа Все Человек родился Свыше У него другие мысли Другой наклон Он не будет говорить Что пост мне трудный Он будет радоваться Что православная церковь Она идет от Христа Что она истинная Вот ты хотел спросить Сколько можно раз Причащаться Вот во время поста Раз можно Или можно больше раз Можно и больше Если готов Но Как приняли мы Христианство Из Византии Князь Владимир Крестил Всегда было Четыре раза в году Поста Четыре поста И каждый пост Люди говели И причащались Иоанн Златоуз говорит Иные причащаются Раз в год А иные В два года Один раз А другие чаще Я не похваляю Говорит Ни то ни другое Похваляется готовность Ты должен жить чисто Чтобы на тебя Никто ничего не имел Брат А мне раздражай Самые главные Грехи нам указаны Один из самых главных Грехов Это гордость Я спасен Ты мне ничего не говори Это чисто дьявольское Он в грехе живет Не постится Ничего Он спасен То есть дьявол Полностью занял душу Отойди от него Чтоб тебе не погибнуть Они представляют Из себя опасность Он изрыгает Ядовитый дым Из себя Когда вам говорит Он обязательно Против икон Будет говорить У них какое-то На земле еще Царство будет Там тысячелетнее Хотя оно идет У них заблуждение На каждой странице Ты один раз Скажи ему И отойди Да Он сказал просто Что Эти иудаи Веруют Считают нас Сектантами Вот У всех считают И православных И этих Сектантов У всех считают Это так есть Или он Не надо Да говорить о нем Не надо Мы знаем церковь Знаете церковь и Христа Считайте Библию А с ним не разговаривать Я уже говорил Не надо Если бы он был Знающий Бывает из сектантов Люди хорошие Что-то знают Может беседовать Говорить Он принимает Может отпровергать Как-то А ему еще доказать Он ничего не знает Пятьдесятники Они беснующиеся Бесноватые А с бесноватым О чем говорить Ты только отходи От него Чтобы он тебя Не покусал Не заразил Ну конечно Чтобы не заразил меня А вот А сколько раз Можно во время Поста на исповедь Ходить Каждую неделю Можно Или раз Можно Но у нас Не принято так Мы вот ходим Один раз Во время поста Вот прошлую неделю В воскресенье Я прищищался И брат Володя Прищищался Все Теперь мы До следующего поста То есть Посты соблюдаем На исповедь Ты можешь сходить Но сам за собой Смотри У нас Не принято так Чтобы через день Там через два Ходить прищищаться К этому надо готовиться Считать каноны А человек ничего Не понимает Сегодня лезет И сын запился Что ну кстати Прищастись Пьяница Его два года Не надо в храм Запускать даже Он должен только Стоять и плакать По канонам А они Прищастьем играют Ну то есть Тут искажение С другой стороны Апостол Павел Кто недостойно Прищищается Недостойно То грешит Против тела И крови Господней И многие из вас Больны Немало умирает Больны Телесно Не мистически И умирают Умирают Прямо на кладбище Выносят их Недостойно Вот я смотрел Там на форуме Вашим православным Очень интересный Форум Там так интересно Разложено Все по полочкам И вот Есть такие цитаты Где вот говорится Что вера без дел Мертва Да А есть цитаты Да Яков говорит Яков Да А вот Есть цитаты Где вера Там без дел То есть То есть Вера Там без дел То есть Как так так Это у веры Ты должен Господь не смотрит Какой-то Разбойник Блудник был На дела не смотрит Верою Мы спасаемся А теперь В вере Покажи Добродетель И апостол Петр Об этом говорит Что ты должен Показать Город на вершине Горы Когда ты первый раз Услышал о Христе Пришел То не делами Спасаемся А верою А когда уверовал Теперь Делом своим Покажи Что у тебя вера Живая Не мертвая Вера без дел Мертва Это мертвещина Тут очень даже просто А дела Это какие Вот Это пост Держать А вы знаете Что Вот у нас Сайт есть И там На сайте Открыта книга К истину православия Моя книга А там только Откнешь И сразу Открывается О церкви О священстве Вы сами Все это Просчитайте Несколько раз Запомните Наизусть Ему можно Дать еретику Отдельно Не разговаривать А дать посчитать Но он считать Не будет Они очень ленивые Я их знаю Очень хорошо Таеветики Они Вот Приходят На На службу В церковь И там Ну что До конца Службы Они там Не могут Вообще Это очень редкий Случай Такой Чтоб на службу До конца Они там Посидели Немножко Полчаса И все Уходят И потом Говорят О там Ничего Люди Не делают Себе Стоят Он о людях Говорит О себе Он не говорит Заметьте Они говорят Только о людях Он о себе Не говорит Что он еретик Он это скрывает Что он не может Даже до конца Службы Отстать Он об этом Не говорит А он все время Где-то Кого-то судит То есть Язык Укротить Не может Он языком Грешит Вся церковь Православная Может так Не грешит Как один еретик До него Сколько тысяч Тысячи лет Уже две тысячи лет Были люди Веровали Они всех Отбросили Всех Осудили Всех Ни Киприан Харфагенский Ни Анзлатоуз Ни Оригин Это сказать Который Этот Иероним Стридонский Блаженный Августин И премьерин Они никого Не признают Он только Себя Своё заблуждение Возвёл На пьедестал А начинаешь Говорить То ничего не знает И какое место Писание Он открыть не может Они Писание Совсем не знают И все Каждый раз Спрашивают А ты спасён А ты спасён Это у них Главный козырь А ты спасён Спасён В надежде В надежде Он такой Идёт Себе И там Ну Друзья Там Мы вместе Сидим А он говорит А ты уверен Что ты спасён А ты уверен Что ты спасён А там ребята Отвечают Наверное Что я не спасён А там Некоторые ребята Говорят Я думаю Что я у надежды Спасён Некоторые говорят Я не знаю Спасён я или нет Но никто Из них Не сказал Что он Спасён Никто Никто Только Эти Еветики Сказали Что они Спасены Апостол Павел Говорит Не говорю Что я достиг Но не достигну Или я Как достиг Меня Христос Даже Павел Говорит Если кто Поколеблется Не благоволит Тому душа моя И до таких Нет жертвы За грех Даже жертвы Нету Сына Он будто бы Признаёт А на самом деле Ничего нету Они все эти места Выбрасывают Он только одно Спасён То есть Сатана Обольстил его Он спасён Он спасён А он никакого отношения К церкви не имеет Ничего Ни писания не знает И они Когда вот это Разные харизматы Валяются Они Библию Даже в руки не берут Там беснование Беснование Сто процентов Зачем тебе подходить К ним Это очень опасно Не разговаривай Если он пристаёт К тебе Ты начинай молиться И всё Молитва Отбивайся от него У нас Слава Богу Харизмата Вроде бы нет У нас есть такие Секты Что вообще Ужас Отбились Вообще Отбились от Библии Там Деньги Людей Собирают Но такие же Аферы Аферисты Такие Уже У нас здесь У деревни Много И субботники И говисты И всякие Баптисты И что только Не хочется И они приходят Домой Ко мне приходят И так Стукают дверь Я сказал Знаете что Лучше Давайте не приходите Ко мне Я не хочу Чтобы вы Ко мне приходили Так на второй день Приходят С той самой Организации Приходят Только другие люди То есть Они посылают Других людей Они записывают Там Кто им Кто им Там отказал Приходят другие люди И начинают По другому Говорить Но если Они к вам Пристают Значит Сатана Что-то В вас имеет Обязательно Вот если Вы Твердый Крепкий Стоите Они вас Как огня Будут бояться А раз Они к вам Лезут Что-то Они там Находят Какую-то Щель Потому что Вы Прямо Крестите Рукой Вот так Крести Возьми Воды Повольше Святой Брызгай На них И они Больше Ходить Не будут Скажи Во имя Иисуса Христа Изведи Сатана Изведи Сатана И все Так Я Прочитал У вас На форуме Как с ними Разговаривать Я начал Говорить За истинность Церкви А там Какие-то Девушки Молодые Вообще Не знают Они знают Одно Бог И больше Ничего Они не знают И я Говорю Вот Церковь Иисус Христос Говорит Я создам Церковь Свою Ротада Не одолею Тего А где Вы были Вот Например В 3 Веке 4 5 Где Вы были Ну Они такие Ну Мы там Были Когда-то Ну Назвите Факты Ну Назвите Кого У нас Есть Святые Отцы Иван Затруст Есть А у вас Кто Есть А они Так Быстро Начинают Вопрос На вопрос Перекидывать Я заметил Вопрос На вопрос Чтобы Уйти От Ответа Я говорю Зачем Вы приходите Вот сюда Вот Здесь У нас Женщина Пожила И она Ходит В Православную Церковь И говорят Зачем Вы приходите К ней Если она Так Ходит В Церковь Мы хотим Чтобы Она К Богу Пришла Так Она Так Приходит К Богу Женщина Ходит В Православную Церковь Читает Библию Молится Куда Вы Хочете Ее Загнать Она Так Ходит К Богу Что Вы Ходит Доказать Они Я заметил Они Только Старых К старым Людям Очень Так Как бы Сказать Приходят К молодым Не очень Приходят Только Старым Я замечаю Но Старым Было Большое Дело Вот Обо мне Стали Заговорить Ну Один На него Нападать На Православного Он Говорит Ну И взял Помянул Про меня Они Только Помянул Там Где-то В Хабаровске Они Больше Ко мне Говорит Ни разу Не подошли О Мы Это Знаем Человек На меня Говорит Это Пошли Скорее Не будем Разговаривать А он Говорит А мы Одинаково Понимаем Потом Даже В Германии Или Где-то Оказывается Там Знают И Когда Скажут На них Какая-то Дрожь Нападает Они Говорят Сразу Бросают И Убегают Ну Все Почему Потому Что Я им Даю Материалы Я Сам По себе Ничего Не Нет Святых Отцов Не Очень Там Принимают Они Конкретно О вас Не надо Больше Я прошу О них Никогда Не Говорите Забудьте Их Нет Вы Им Возвестили Они Само Осужденные Им Приговор Вынесен Так Какие Вопросы Еще Есть Ну Вопросы Вот Вот Борода Вот Мне 20 лет Мне Стоит Сейчас Отвращивать Бороду От Вас Не Зависит Вы Никогда Не Должны Трогать Не На Возраст Смотреть А Как Она Растет А Такой Вопрос Никто Не Задает Из Верующих Ну У Меня Пойдет Вот Сейчас Ну Какая Есть И Не Надо Смотреть Это Бог Делает Он Мог Сделать Один Глаз Был Или Рот Богом Или Нос Господь Какой Он Хочет Такого Создать Он Меня Создал Я Начинаю Думать Что Было Лучше В Атак Я Подправляю Бога Бритвы Подправляю Какое Ты Посмотри На Иконы Везде Все С Бородами Да Ну Борода Мужчина От Женщины Отличается Бородой Это Достоинство Мужчин Да И Вот Просто У нас Здесь Такие Люди Что Там Вот Очень Так Критично Ставятся К Вы То Одних Повторяете То Других Вы Знаете Для Бога Делать Они Говорят Они Говорят За эти Слова Отвечать Будут А Ты Слова Зачем Повторяешь Они Говорят Ну Говорят И Говорят Брай На Вороту Не Веснет А Ты Своё Дело Делай Бретву Уничтожь Чтобы Её Рядом Не Было Даже Хорошо Скажите Вот Насчёт Ангела Хванителя Который Даётся При Крещении Ребёнка Это Правда Да Ну Так Принято Считать Так Принято Считать Принято Господь Говорит Не Презирайте Ни Одного Из Малых Сих Ибо Ангел Их Видит Лицо Отца Небесного Это Христос Сказал Это Христос Сказал Мы Не Можем Это Отвергать Слова Христов В Евангелие Просто Вот Мне Здесь Приводят Татат Говорят Что Нигде Не Пишут Библии Что Ангел Хранитель Даётся Прекрещение Это Не Написано Правильно Не Написано Ну Принято Так Считать Об Это Не Говорите Раз Не Написано Вы Не Говорите Но Знаете Господь Сказал Не Презирайте Ни Одного Из Малых Сих Ибо Их Ангел Их Лицо Самого Небесного Ну Ещё Спрашивайте Это Дух Святой Он Всегда Трудится Да Да Конечно Вот Это Вот Мне Скажите А почему Библия Вот Дальше Не Вот Не Продолжает Вот Её Писать Дальше Если Дух Святой Трудится Дальше Почему Дальше Не Написано Не Пишется Библия Вопрос Не К нам Всё Писание Бога Духновенно Писали Вы Святые Божьи Человеки Будущи Движим Духом Святым Автор Всей Библии Господь Бог Этот Вопрос К нему И Задавайте Ну Да Это Слово Ко Христу Задавать Надо Ну То Да У У меня Вопрос Нет Может Вы Что Хочете Мне Сказать Ну Я Вам Ответил Другого Нет Ну Я Имею Ввиду Что Если Там У меня Вот Сейчас Вопрос Пока Что Нет Может Вы Хотите Что Мне Сказать Ну А Записать Запишите Матфея Ивангелие От Матфея 18 Глава 10 Сих Ивангелие От Матфея У Вас Должен быть Ручек 5 Карандашей Лежать Около Компьютера И Бумага Бумага 10 Ручек Лежит Не Меньше Я Просто Ушел 18 10 Пишите Матфея 18 10 Так Секундочку Матфея 18 10 Да Смотрите Не презирайте Ни одного Из малых Сих Ибо Говорю Вам Что Ангелы Их На небесах Всегда Видят Лицо Отца Моего Небесного Вот О чем Я Сказал Вам А что Прекрещение Это Не Написано Да 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 Все На этом Пока До свидания Все До свидания Хорони Господь Вас Спасибо До свидания До свидания Что-то Неладно